19 июля 2018 год Семинар, мы уже здесь днем Семинар 4 часть сейчас начинается Прямо трансляции Слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу Всех вас приветствую, друзья, благоставляю во имя Господне Сегодня трансляция, сегодня продолжение семинара Который провожу в эти дни Вчера проводил и сегодня И трансляция там, этот семинар Я назвал, трансляцию эту и семинар назвал Мештеснин Так в традиции еврейской называют эти дни До 9 ава, три недели подряд Они наполнены такими воспоминаниями И часто воспоминаниями такими О трагедиях О многих бедах, произошедших в истории Божьего народа В Библии об этом рассказывается И в общем-то библейские вот эти вот истории Вспоминаемые И не только библейские, но и то, что было После того, после уже библейской Библейское время Мештеснин Да, так получилось, что вот В библейском исчислении, если То сегодня, к примеру, у нас сегодня 19 июля 2018 год По гражданскому нашему календарю В библейском исчислении Сегодня 7 число лунного календаря, если брать 7 ава Этот месяц мы называем, в традиции называем ав Вот, и, знаете У нас есть утешение Даже в традиции, народной еврейской традиции Этот месяц мы называем утешением Хотя большие беды вспоминаем Ой, столько-столько всего произошло Я вчера, допустим, в этих вот как раз эфирах Я вспоминал, допустим, некоторые беды Которые произошли В истории Божьего народа В библейские времена Моисей, да, он взял скрижали От Всевышнего Бога Он взял скрижали Он принес их к народу И именно вот в это время он их разбивает Ну, 17-е Томузы Получается, 17-го Томузы до 9-го А вот это время, оно все такое Наперекосяк Проще говоря, если, да Все вот С такими проблемами Золотой Телец Люди поклонялись Вот, Тельцу Тоже история такая неоднозначная Разные есть воззрения Что же там происходило Но, одним словом, что сделано, то сделано Моисей разбивает скрижали Тоже есть разное мнение Богословов Древних, современных Что же там произошло Моисей специально разрушил Скрижали Разбил Сгоряча Уже, значит, расстроившись Или они просто выпали из его рук Знаете ли, как вот говорят Из рук все сыпется уже Он как увидел все это И у него из рук это упало Такое есть мнение Ну, по тексту Как бы и вообще По представлению Разных конфессий Будем так говорить Вот И еврейских И христианских Вот Ну, как бы то ни было Но Вот Эти три недели По традиции Древней еврейской Мы вспоминаем Много Вот таких Проблем Ну, конечно Самое горькое Что мы вспоминаем В эти дни В эти три недели Это разрушение храмов Да Убиты были храмы Разрушены были храмы И один И второй Так вот совпало Знаете ли Вот вообще Это Ой-ой-ой Две этих беды Совпали в одно время Да И Вот Девятый ангел Мы обычно вспоминаем Конечно И разрушение Первого храма И разрушение Второго храма Вот Но Для нас Новозаветных верующих Евреев И неевреев Вот Для нас христиан Мессианских евреев Великим утешением Является то Что Мы живем в эпоху Третьего храма Созидающийся Третий храм Он Является уже Стройкой тысячелетий На протяжении Двух тысячелетий И он Он созидается Из живых камней На основании Апостолов Пророков И микроугольным камнем Самого Господа Иисуса Христа Из живых камней Созидается И Знаете Друзья Я хочу Прочесть Слово Божьего Из послания Апостола Павла В эти дни Павла я Много перечитывал И вот Хочу прочесть Из первого Его письма В Коринф Первое послание Коринфянам Десятый Раздел его Десятая глава Ну с самого начала С первого стиха Прочитаю Прямо С первого стиха И Знаете Друзья Действительно Ой-ой-ой Господи Помилуй Всем нам Нужно Помнить Откуда мы вышли Помнить О многих Проблемах Прошлого Чтобы Простираться Вперед Забывая заднее Простираться Вперед Но забывая Заднее Некоторые Представляют Знаете Вот вообще Просто Ну Ну как бы Некоторые верующие Будучи Оторванными От Корня От Традиции Толкования Писаний На свой Обум И разум Обычно Так понимают Что Ну вообще Полностью Как будто бы Верующему память Отшибает Вообще Вот И он Ничегошеньки Не помнит Вообще Вот знаете Просто стерло Из памяти У него И он Все что было Как говорится Было-было-было-было И прошло Помните Там старая песня Советская В советское время Вот И так многие Думают Что верующие К сожалению Из Уверовавшие Из язычников То есть Из Неевреев Да и евреи наши Чего греха таить Большинство Русских евреев Украинские Еще более или менее Но Ну все равно Большинство Русскоязычных евреев Я вот Вынужден Констатировать Этот факт Очень сильно Оторваны От Еврейского Корня своего Очень сильно Оторваны И настолько В Украине Еще более или менее Ну в Украине Всегда было больше Евреев И здесь Здесь даже можно Перефразировать Пословицу Такую известную Ну как вот И Лесков Говорил Николай Лесков Тоже По три русского Найдешь Татарина Вот Меня тереть Особенно не надо Мама моя Татарка И я татарин По матери своей Ибрагимов По матери По отцу Журавлев Отец еврей Мама татарка Я вот вырос Русским атеистом Вот И по милости Господней Уже В 82-м году Ну да После Олимпиады 80-го года Все это и произошло Как раз В 81-е 82-е Как раз так вот Да Я заболел Тяжело болел И потом Умер И Пережил Встречу с Богом Вот 82-й год Стал для меня Началом Начало 82-го года Стал для меня Началом Новой моей жизни Вот Потому что Я пережил Бога в своей жизни И Воскресение Возвращение в тело Полное исцеление То есть Это было Сверх Естественно Кстати Михаилу Маргулису Я писал Значит там Мы с ним Переписывались Так Я лично с ним не знаком Мы так вот С Михаилом Маргулисом Только лишь так вот По перепискам знакомы Ну и по Публикациям Разным Участвовали Тоже вместе Какие-то публикации Но Значит Я ему написал Вот так и так И он Сказал А я вот Недалеко живу От Сида Рода Вот Это вот Тоже еврей Да он еврей Вообще И по маме И по папе И вообще И он мессианский И он такой Очень такой горячий Так я Я написал Так я Сида Рода Очень люблю И его Хотя он в Киев Приезжал Но я не попадал На его служение К сожалению Так получалось Но я очень люблю Его книги Его статьи Его Значит Программа Это Это сверхъестественно Кто из вас Если не смотрел Онлайн Сейчас вот Кто смотрит Или потом В записи Кто будет смотреть Если кто не смотрел Эту программу Пожалуйста Наберите Не поленитесь На ютубе Где там Наберите Это сверхъестественно Сида Род Сида Род Значит Это сверхъестественно И там Их очень много Этих программ И я Скажу Что есть Разные конечно Программы Но большинство Из них Просто потрясающих По своему посылу По своему призыву Действительно И по Именно Явлению Сверхъестественного Бога В нашей Естественной среде Как бы Много очень свидетельств И вот Михаил Маргулиев Рассказал обо мне Сида Роду Что есть Сергей Журавлев Там Православный Такой Ортодоксальный Священнослужитель Который переживал Сверхъестественно Бога И вот Я теперь Благодаря Тому разговору Михаила Маргулиева С Сида Родом Имею От Сида Рода Уже приглашение На участие В этой программе Это сверхъестественно Слава Богу Очень рад И сейчас Молюсь о поездке Предстоящей В США Буду делать визу И буду Брать билеты И в общем-то Сообщу дополнительно Как Все будет Молитесь Прошу ваших Молит Конечно И вот Конечно Сида Рода Тоже там Цепануло Зацепило Вот это свидетельство Но он такой Чуткий человек Значит Все вот такое Именно вот С Богом Что связано Сверхъестественно Такое происшествие Какие-то Чудеса Его это все Цепляет Заводит Он такой Очень харизматичный Брат Вот И Так вот И Я вот Сказал Что в 82-м году Пережил Бога В своей жизни Воскресение То есть Я не понаслышке Знаю Что такое Выходить из тела Вернуться Снова в тело И плюс Еще был полностью Исцелен Сверхъестественно Был исцелен Ну что такое Я аж умер От двусторонней Пневмонии То есть Оба легких Отекли И вот Наступила смерть Констатировали смерть Вот А когда зашел Снова в себя То я был еще исцелен Сверхъестественно Богом И Оба легких Моих были очищены Вот Если мое воскресение Вот Ну клиническая смерть Говорят То есть Когда она короткая То есть Какие-то минуты Да Вот значит И То значит Смерть Воскресение мое Хоть как-то попытались Объяснить Родителям моим Тогда Но я был совсем еще пацаном Школьником В школе учился еще тогда Вот И значит Объяснили Что так и так Как бы скрытый резерв Мол Организма Что-то такое Какие там скрытые резервы Моих резервов никаких не было Все Мое тело уже Все Починело Я умер Вот И знаете друзья Но Очищение обоих легких Они никак не могли объяснить Врачи Просто-напросто Молчали Потому что Ну как родители спрашивали Но Потом проверяли Делали вот эти как флюорографии Что там Как положено делать Значит там Проверяли Да Следы остались Значит Повреждений легких То есть Ну это не повреждения Как вот Ну следы Что было Вот заболевание Но Оба легких чисты Я вот до сих пор Мне сейчас уже почти 50 Вот это мой 50-й год Моей жизни Вот Сейчас идет И юбилейный год Моей жизни Я очень Богу благодарен За юбилейный год За этот год преобразования Преображения Моей жизни Вот Тогда мне было 12 лет С половиной Ну 13 почти лет Значит И Потому что я майский Ну в мае родился Значит И Ну да Неполных 13 лет Будем так говорить Да Значит И И знаете Но Вот с того момента Вот эта сверхъестественная жизнь Для меня Это Это естественная жизнь Это естественная жизнь И знаете Друзья Конечно Большинство людей Вот Ну если брать наших евреев Русских евреев То Оторваны Очень сильно оторваны От корня От Вообще От традиций И прочее И Сегодня Очень важно Нам Рассмотреть пути Древние Рассмотреть Пути По которым мы идем По которым Собираемся идти Вот И Апостол Павел Вообще Вот я провожу семинары Такие по истории христианства По истории церкви Или же Израиля Историю Израиля И церковь Церковь и Израиль И знаете Многие Я в основном В протестантских церквях Провожу Семинары Такие Потому что Большинство моих коллег Православных Священнослужителей Относятся ко мне Как к изгою Как к еретику Отщепенцу Раскольнику И прочее Как только не ругают Я и харизматом ряженым И И там чего-то еще Что только не говорят И клоуном Обзывают И прочее Знаете Не могут простить И Как бы Зляться Почему? Потому что Реформация Большинство священников Наших православных Ну поперек горла Честно говоря Так поперек горла Вот Большинство священников У нас считает Что никакая реформация Не нужна Никакая реформа Не нужна нам И в общем-то Как оно есть И так оно есть Как батюшки некоторые Говорили мне Даже если это неправильно Мы что-то там В церкви имеем Ничего Уже принюхались Все Не ткни его Говорит Вонять не будет Вот Зачем это грязное белье Поднимать Зачем это мусор Из избы выносить Я говорю Слушайте Ну если Сравнивать По вашей Этой пословице С избой Нашу церковь Вообще конфессию Деноминацию То есть Ветвь христианства Православие Как ветвь Одной из ветвей Христианства То говорю Слушайте Если сравнивать С избой То я не хочу Чтобы мусор Складировался У нас здесь В конфессии нашей Я хочу Чтобы не помойкой Не мусорником Была церковь А чтобы Действительно И наши ветвь Христианства Как и все Древо христианства Было действительно Все ветви христианства Имеющие один корень Иисуса Христа Чтобы была церковь Чистая Святая Непорочная Слава Богу Поэтому нужна Реформация Или реформация Или деформация Сейчас я работаю На газеты Как раз К собору Через месяц У нас будет собор 19 августа Добро пожаловать В Киев Кто сможет быть В Киеве То приезжайте На собор Так И читаю Апостол Павла Обращаю ваше внимание Еврей из евреев Пишет Язычникам Из язычников Апостола Павла Шауля Его можно назвать Ну Саву В произношении Синодальном Можно назвать Действительно Евреем Из евреев Он был ревностным Он сам говорит Фарисеев Фарисеев Ревностный был Брат конечно Да Даже в свое время Гнал церковь Божью Опять таки Из-за своей ревности Из-за Вот своей Такой прыти Такой Знаете Религиозной Вот Но Слава Богу Однажды допрыгался Однажды Господь его остановил На путях его Вот Очень радикально Книга Деяния Об этом рассказывает Конечно Все подробно Вот Сам Павел Значит Он Всю свою жизнь Пронес Конечно Вот это вот О Да Вот кстати Алекс пишет Как вы К доктору Муди Относитесь Он Описывает Множество случаев Возвращения После Клинической смерти Да Значит Есть Доктор Муди Это Христианский Проповедник Есть Значит Вот Доктор Да Врач Описывающий Я значит Кое-что Читал Раньше Я не знал Ничего Вообще Раньше Ничего Не знал Вот То есть До того Как я умер Я считался Что Бог Бог есть Вообще Где-то Я не знал Что есть Жизнь После смерти Но я подробно Об этом Более рассказываю Значит Вот А доктор Ну Дай Бог здоровья Значит Да Люди есть Которые Собирают Такую информацию По крайней мере Для людей Наверное Для многих Это будет Повод задуматься Почему Иногда Все-таки Стоит Об этом Рассказывать Вот Ну Я не часто Об этом Рассказываю Потому что Чтобы люди Не Знаете Или Не думали Что Только в таких Вот Экстремальных Ситуациях Можно к Богу Обратиться Большинство Людей Обращаются К Богу Без Такого Экстрима Не выходя Из тела Не умирая Значит И Слава Богу Потому что Знаете То что Смерть Ну Умирать Плохо Умирать Болезненно И Ну Никому Не пожелают Честно говоря Подобного Вот Это так Просто описать Выйти Зайти Вот А пережить Этот стресс Это Не так Просто На самом Деле Очень непросто Потом с этим Жить еще Знаете Тем более Тогда еще Вообще Пацаном Был Если бы Постарше Наверное Может по-другому Реагировал Как-то Или хотя бы Кто-то В окружении Хотя бы Кто-то Был Верующий Хотя бы Как-то Религиозный Тогда Может Как-то Было Легче Мне Все это Потом Перенести А то С этой Информацией Потом Жить Ой-ой-ой Врагу Не пожелаю Честно говоря Я потом Там Столько Ревел Ой Ну Ладно И Значит Первого стиха Еврей Из евреев Пишет Да Блаженно Не видевшие Веры Пишет Но Блаженно Не видевшие Но Уверовавшие Да Это правда Сестра Дорогая Или Это правда Значит Потому что Я даже Себя Когда-то Было Время Даже Ловил На том Что Ну По-хорошему Белой Завистью Завидовал Я Будем Договорить Если Можно Так Выразиться Значит Завидовал Тем Кто Вот Здесь В Киеве Допустим Мы Когда В 97 Году Приехали Очень Много Верующих В разных Церквях Был Я И Я Даже По-хорошему Завидовал Многим Я Смотрел Что Большинство Верующих Таких Горячих Верующих Они Не Видели Бога Они Не Видели Ничего Они Не Выходили Из Тела Они И Они Так Верили Что Я Думаю Вот Это Да Я Не Могу Себе Так Сказать Я Значит Я Видел Я Знаю Бога Да Значит И Думаю Надо Ж Вот Этот Механизм Вера Мне Так Это Восхищало У Людей Когда Я Наблюдал Со Стран Думаю Надо Ж Как Здорово Некоторые Верующие Наоборот Завидуют Тем Кто Видел Бога Видел Ну Был В Другом Измерении Более Реальном Как бы Мире Более Реальном Измерении Чем Это Реальность Земная Вот Но Честно Говоря Я Не знаю Как Другие Там Братья Сестры Ведь Я Не Уникум Есть Еще Я Теперь Уже Знаю Точно Есть Такие Люди Которые Переживали Подобное Вот Ему Описывает Вот Но Значит За Других Не буду Расписываться Но За себя Скажу Что Я Было Время Даже По-хорошему Завидовал Тем Людям Надо же Думаю Они Ничего Не Видели Они Не Видели Бога Но Они Так Верят В Него Думаю Вот Это Да Я По-хорошему Им Завидовал Но Теперь Не Завидую Бог От Этого Тоже Освободил И От Этой Белой Зависти Тоже Освободил Знаете Почему Потому Что У Каждого Свой Путь У Каждого Свой Путь Вот К 50 Годам Поумнел Чуть И Помудрел И Освободился От этой Зависти Не Хотел Бы Да На самом Деле У Каждого Свой Путь Каждый Должен Хотеть Идти Своим Путем И Знаете У Каждого Свой Опыт Свой Жизненный Путь Своя Харизма Своя Душа Неповторимая Вот Эта Частичка Вселенской Вот Этой Души Бога Божья Искорка Вот Эта Вот Своя Вот И Бог Любит Каждого Из нас Даже Можно Сказать Так Как будто Никого Больше В мире Нет Вообще Ничего Больше В мире Нет Вот Так Он Любит Потому Что В нем Мы Он В нас Спасибо Тебе Господь Спасибо Вот И Апостол Павел Еврей Из Евреев Писал Язычникам Из Язычников Почему Я так Говорю Потому Что Коринфяне Даже В древнем Риме Было Такое Выражение Коринфствовать То Есть Валять Дурака И Пьянствовать Дебоширить Ну Как В Англии Фамилия Хулиган Была Такая Набила Оскомину Даже Потом Стали Людей Всех Непутевых Называть Хулиганами Или Потом Хулиганами К нам Когда Пришло Это Слово Стали Назвать Хулиганами Это Прославилась Это Семья Семейка Ну Как Знаете Такое Выражение Семейка Придурков Вот Такая Была Семейка От Орбиты Выброс Что Деды Что Прадеды Что Отцы Что Дети Что Внуки Что Правнуки Ни одного Порядочного Все Пьяница Пьянство Мордобой Кутеж Голдеж И Ничего Хорошего Настолько Что На всю Страну Прославилась Эта Семья Представляете Хулиганы Вот И Поэтому Вот Подобное Поведение В Англии Стали Осуждать И Окрестили Называть Хулиганами Ну Как Допустим В Украине Сейчас Тех Кого Нанимают За Деньги Кого Бить Когда Нельзя Легально Кого Избить Или Какое Хулиганство Сделать То Нанимают За Деньги Обычно Каких Спортивных Ребят И Те Что Хулигане Их Сейчас Титушки Называть Потому Что Была Фамилия Одного Товарища Которого Поймали И Который Раскололся Рассказал Что Он За Деньги Бесчинство Безобразие Всяких Делал Вот И Поэтому Его Фамилия Ну Может Быть Хорошая Фамилия Но Видите Теперь Она Эта Фамилия Вошла В Что Мы Теперь Христовы И Вот Коринфяне Были Действительно Злыми Язычниками Не Хочу Оставить Вас Братья В неведении Знаете Вот Мне Многие Неевреи Писали И Звонили Вот Тоже Пообщался Я Вот И И Писали Звонили Знаете О чем Некоторым Непонятно Зачем Допустим Нееврею Знать Вот Интересоваться Еврейской Истории Традиции Даже Ветхий Завет Читать Некоторым Христианам Как бы Ну Такое Понимание Что Вроде Как бы Ни к чему Уже Ну Почитал Раз Два И Все Вот Но На самом Деле Все Гораздо Сложнее Не Хочу Оставить Вас Братья В неведении Да Они Значит Знали Христа Они Были Спасенными Эти люди Это Церковь В Каринфе Она Была Одарована Духом Святым Да Значит Но Он Дальше Пишет Что Отцы Наши Все Были Под Облаком Интересно Наши Отцы Конечно Если бы Допустим Каринфине Были бы В такой Позиции Оно Нам Надо То Они Допустим Сказали бы Члены Церкви Портового Города Сказали бы Павел При всем уважении Это твои Отцы Это не Наши Отцы Оно Нам надо Зачем Нам Это Новозаветное Учение А Все То Нам Не Нужно Но 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 Все Было Гораздо Сложнее Отцы Наши Отцы Наши Я Скажу Что Любой Человек Любой Культуры Цвета Кожи Национальности Религия Традиция Если Он Уверовал В Иисуса Христа Как Своего Личного Спасителя Господа Если Для Него Библия Стала Божьим Словом Библии Откровением Свыше То Читая Историю Авраама Исаака Израиля Патриархов Пророков Такой Человек Читает Об исходе Допустим Великом Который Совершился 3330 лет Тому назад Великий Выход Из рабства То Он Читает Не О чужом Народе Не О чужих Людях Не О чужих Для него Событиях А О своих Потому Что Он Верующий Независимо От Того Рос Ли Он Из Самого Маленького Народа Где-то На краю Земли Он Привит К великому Древу К великой Маслине Спасибо тебе Господь Отцы Наши Поэтому Давайте Скажем Вместе Отцы Наши Мои Отцы Это Мои Отцы Все Были Под облаком И все Прошли Сквозь Море Все Крестились В Моисея В облаке И в море И все Ели Одну и ту же Духовную Пищу И все Пили Одно и то же Духовное Питие Ибо Пили Из духовного Последующего Камня Камень Жи Был Христос Христос И Альфа И Омега Начало Конец Великий Всю Библию Читаю От бытия До откровения Это все Один Иисус Христос И Шуа Кама Шиах Аллилуйя Но Ничего Не знаю Моя Динаминация С краю Ничего Не знаю Но Но Опасно Ложиться На краю Да Опасно Быть там А это Были Образы Для нас Чтоб мы Не были Похотливы На злое Как они Были Похотливы Не будьте Так же Идолопоклонниками Как некоторые Из них О которых Написано Народ Сел Есть И Питер Стал играть Ну вот Как раз История Золотого Тельца Событие 3330 лет Недавности Очень Очень Важное Для нас Перечитываем Ее И вразумляемся Каждый раз Не станем Блудодействовать Как некоторые Из них Блудодействовали И в один день Погибло Их 23 тысячи Не станем Искушать Христа Как некоторые Из них Искушали И погибли От змей Помним Числа Да Книга Не Ропщите Как некоторые Из них Роптали И погибли От истребителя И вот В 11 стихе Ваше внимание Обращаю Сейчас Будьмо Уважней Шановне Все Это Происходило С ними Как Образы А описано В наставлении Нам Достигшим Последних Веков Друзья Сейчас Сделаю Небольшой Перерыв И продолжу Продолжение Вот через 15 минут В 17.00 Шалом Мир всем вам Аллилуйя Аллилуйя Продолжение следует